добрый день уважаемые коллеги я как всегда рад вас приветствовать на вебинаре директ академии как хорошо меня видно и слышно поставьте пожалуйста плюсик чат если все нормально спасибо вижу ну я чувствую нас сегодня совсем камерный такой вебинар получится одна небольшое количество народу но вебинар состоится в любом случае и мы с вами сегодня поговорим о собственно директ академии и о том что нас ждет в этом году в рамках директ академии вот как всегда ну коль скоро нас не так много вкратце скажу что в самом начале вебинара чата у нас находится три полезные ссылки 1 ведет на расписание на главную страницу нашего сайта первая ссылка по ней же можно ознакомиться с интерактивным расписанием которая сверстана на год ну это расписание еще приблизительное но тем не менее в нем отмечено все то главное что у нас в этом году будет второе расписание это вторая ссылка ведет на наш видеоканал на youtube и на котором будет в том числе лежать и запись этого вебинара а вообще там запись более записи более трехсот наших вебинарах хранятся она и последняя ссылка ведет на описание наших онлайн курсов которые директ академия предлагает своим пользователям что же давайте тогда начнем да я совсем забыл я хотел представить вам еще несколько следующих вебинаров которые состоятся давайте я просто своей таблицы сделаю выборку это вебинары завтрашнего дня послезавтра и пятницы так сейчас я помечу свой цвет вебинаре в чате и сделаем вот такой вот двенадцатого числа завтра будет вебинар константин николаевич костюка нужны ли нам монографии к вопросу о их настоящем и будущем послезавтра опять мой вебинар продуктовый наш вебинар который называется университетская библиотека онлайн для читателя преподавателей студент в бс мы этим вебинаром мы начинаем серию наших продуктовых вебинаров но чисто исторически это наши те вебинары с которых мы вообще начинали свою директ академии в четырнадцатом году а вот ну и сейчас они присут каждые полгода они присутствуют в нашем расписании с тем чтобы наши слушатели могли понимать о наших продуктах все самое главное ну и наконец 14 числа в пятницу все в 12 часов татьяна телегина наш самый популярный спикер прошлого года самый популярный по посещаемости проведет вебинар публикационная активность и активные публикации зачем преподавателю крепкий хирш а вот вот такие вебинары нас ждут в ближайшее время а хотел бы также также отметить что начиная с сегодняшнего дня а мы совершенно полностью подтверждаем наш наш девиз вебинар каждый день то есть ну по крайней мере вот по тому расписанию который я уже составил вплоть до ноябрь ноябрьских праздников каждый рабочий день будет у нас вебинар а после просто еще есть некоторые дыры но они тоже заполнятся так что я думаю мы действительно выходим на наш на наш вот этот девиз и действительно у нас будет вебинар каждый день не примерно а совершенно точно а ну что ж давайте сегодня тогда перейдем к нашему нашей сегодняшней теме сегодня мы рассказываем про нас про наши вебинары то есть такой вебинар о вебинар о вебинарах и о мероприятиях директ академии в последнее время это не повторяю но может быть кто-то не знает я на всякий случай хочу сказать что директ академии это бренд компании директ медиа это наша медиаплощадка медиаплощадка компании директ медиа прикуп при помощи которой мы обращаемся к открытой аудитории аудитории у нас в основном в основном образовательная вузовская частично школьная и колледжская наверное так надо сказать да из колледжей библиотечная у нас очень много библиотекарей присутствует библиографов и так далее вот такой примерно у нас состав нашей нашей аудитории наша потенциальная аудитория точнее не не потенциальная а состоявшиеся уже аудитории это под 20 тысяч пользователей как которые хотя бы один раз ходили на наш вебинар потенциальная аудитория около 100 тысяч человек это те люди которые попадают нашу рассылку все вот примерно из этой среды хотя мы активно используем и возможности привлечения наших слушателей на по другим каналам по открытым каналам частости в соцсетях и оттуда уже могут прийти люди из других направлений деятельности да я совсем забыл сказать что у нас еще присутствуют еще одна категория слушателей это из публичных библиотек вот и из издательств вот ну что ж эту ссылку я вам уже давал самом начале наш нашу прошу прощения сам начале нашего чата но я вам предлагаю прямо сейчас ее открыть потому что многие вещи о которых я сегодня буду говорить они из вот этого расписания чтобы прямо могли по этому расписанию ходить и если возникает у вас желание сразу зарегистрироваться на то или иное мероприятие это это главная страница нашего сайта она же является расписанием и ну по составу этой страницы чуть попозже достаточно простая в этом году у нас опять беспрецедентная по объему охвата программу вебинаров мы собираемся провести более 170 вебинаров пока мною распределено в расписании примерно три четверти от этого числа то есть это уже абсолютно точно известные согласованные вебинары что касается остальных я немножко сознательно немножко не бывает сознательно придерживаю свободные места а потому что знаю что несмотря на то что у меня есть некий пул авторов спикеров вебинаров которым я хочу обратиться сознательно это этого пока не делаю потому что опыт показывает что по прошествии времени появляются новые интересные люди и лучше для них зарезервировать места свободные места нежели потом каким-то образом кого-то обижать и выводить из из расписания поэтому вот наша программа в 170 вебинаров мы я надеюсь точно будем держать курс на нее а если у нас будет получаться как мы считаем вебинар каждый день это будет даже больше посмотрим как получится вот но расписание будет совершенствоваться по мере того как будут появляться появляться новые идеи и реализовываться старые идеи десятки тысяч человек посетили наши вебинары примерно около 20 тысяч за всю историю наших вебинаров внизу той страницы о которой я вам только что дал директ академия ру находится интерактивное расписание то есть если наверху находится расписание на ближайшую неделю то внизу находится расписание интерактивное реализованное в виде вот такой вот ленты времени которую можно вот так вот перещелкивать вперед-назад это пример из прошла из прошлогоднего расписания но в этом году все то же самое либо увеличивать уменьшать масштаб вот здесь вот так чуть папа пожирнее немножко сделаю либо перетаскивать туда-сюда его вот здесь вот ось времени вперед-назад у меня стрелочка не очень ровная получилась или непосредственно тыкать на какие-то мероприятия которые вот на оси времени находятся там ну вот настоящий момент я тыкнул куда-то между октябрем и ноябрем наверное где-то конец конец октября вот вот такая ось время она компактная с одной стороны с другой позволяет поместить там все наши сотни мероприятий на в одно компактное пространство и посредством вот таких вот переходов можно наблюдать за тем что происходит у нас в расписание расписание интерактивно еще и с другой точки зрения в тот момент когда вебинар происходит но не сразу а в течение нескольких дней вместо вот этой вот надписи зарегистрироваться появляется надпись посмотреть запись таким образом расписание автоматически превращается еще и средства просмотра тех вебинаров которые прошли в даты когда это расписание уже не действует то есть по старым датам в конце года здесь расписание превращается вот такую просмотровую площадку того что было в течение года и вот точно также можно использовать для для просмотра вебинаров записи отдельно вот тут наверное надо особо сказать что записи вебинаров не просто сохраняется на нашей вебинарной площадке мерополиса которые мы используем а мы их обязательно все конвертируем в в корректное видео в mp4 и выкладываем на наш видеоканал на youtube это создает дополнительные удобства в частности быстрого просмотра вебинаров я всем своим например слушателям своих курсов всегда советую просматривать вебинары на скорости там полтора-два это как правило достаточно для того чтобы понять суть того что излагается на вебинаре это можно сделать на ютюбе но в самом мерополисе и в любой другой вебинарной системе таким образом посмотреть запись невозможно ну вот ну а поэтому мы в том числе поэтому мы выкладываем все наши вебинары на youtube тоже наверху этой страницы директ академия ru директ академия ru расписание на ближайший на ближайшую неделю а там такое да ну вот слово ключевые я вычеркнул сейчас просто ближайшие вебинары вебинара ближайшей недели а там просто все самое актуальное страница обновляется один два раза в неделю и появляются на ней новые 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 записи слушателям выдается электронный сертификат однако с этого года нашим руководством принято решение что сертификаты будут не бесплатные а стоить какую-то небольшую плату в настоящий момент сертификат электронный сертификат стоит 129 рублей вот ну зато сами сертификаты стали красивее вы имеете возможность выбрать из пяти различных подложек сертификатов вот ну и может быть сертификатами будут еще какие-то другие вкусности которые я пока анонсировать не буду если они состоятся это это будет здорово получить сертификат достаточно просто делается это если кто-то помнит по прошлому году мы до мая месяца рассылали сертификаты где-то в мае мы сделали новую систему когда вы можете просто зайти на страницу поиска и выдачи сертификатов ввести свою фамилию имя и отчество ну или любую часть уникальную часть фамилии имя и отчество либо свой адрес электронной почты под которым вы регистрировались вам выпадет список всех посещенных мероприятий и после этого вы можете получить сертификат все старые наши вебинары остались бесплатными то есть сертификаты за прошлый год если вам вдруг необходимо их получить сейчас вы можете это сделать бесплатно сертификаты которые новые они распространяются за плату 129 рублей напомню правила получения сертификата ну во первых мы мы не выдаем сертификаты кому кому попало то есть вы во первых должны реально зарегистрироваться во вторых реально поприсутствовать на мероприятии вот с этим связано некоторое непонимание и в прошлом году мне задавали много вопросов по поводу того вот я зарегистрировался сертификат мне не пришел нет необходимое обязательно участие зарегистрироваться вы должны под тем под той фамилии имя и отчество под которым хотите сертификат получить это тоже важно сертификаты для выдачи сертификатов мы сделали специальное приложение которое автоматически берет таблицу из мерополиса ее обрабатывает и выдает ну полуавтоматическая такое и выдает сертификат руками вмешаться в этот процесс почти невозможно то есть это очень неприятный процесс и часто ведет к тому что это база данных может просто рухнуть вот поэтому делать мы этого не будем вот регистрируйтесь пожалуйста под своими действительными именами под теми под которыми вы хотите получить сертификат позже вы должны принять участие как я уже говорил ну и потом на странице выдачи найти себя и при помощи яндекс кассы любым способом любым из четырех там по моему способов очень удобные способы онлайн оплаты оплатить сертификат и тут же у вас кнопочка оплатить сменяется на кнопку загрузить вы можете этот сертификат загрузить либо сразу либо в любой момент позже тоже можете это сделать эта кнопочка навсегда становится доступной для для скачивания как я уже говорил все наши вебинары записываются и размещаются в открытом доступе я хотел бы особо отметить что вебинары были и останутся всегда бесплатными я имею ввиду вебинары директ академии не вебинары курсов которые могут быть сами курсы могут быть платные но это уже совсем другой разговор это не просто вебинары это учебные мероприятия а вот вебинары директ академии те о которых я говорил 170 сами по себе останутся всегда бесплатными и записи их тоже всегда останутся бесплатными мы не планируем их каким-то образом продавать или продвигать другим способом заплату таким образом вот наш канал он является таким порталом к базе знаний которые накопилось уже за много лет там много интересных вебинаров подписывайтесь и будет вам интересно в некоторых случаях вы можете просто прийти и посмотреть запись вместо участия в вебинаре да вот на нашем канале есть плейлист вебинары можете в него заходить там будет уже большое количество более 300 вебинаров записано мы составляем наше расписание не столько по тематике хотя и это тоже нас беспокоит мы корректируем тематику но в частности наши вебинары от нашей компании конечно мы всегда согласовываем с тем что какие продукты у нас есть ну так общий подход это пригласить спикера с его с его темой нежели навязать какую-то тему и искать спикера под эту тему вот мы ищем интересных людей соответствующих нашей аудитории и они становятся нашими спикерами спикеры есть двух категорий это постоянные спикеры и которые читают у нас треки вебинаров скажем так и спикеры эксперты которые приходят один раз в году может быть два раза в году может быть раз два года вот то есть те которые тоже не являются нашими постоянными спикерами мы придерживаемся правила ну примерно superiority то есть третий вебинаров это наши вебинары от директ медиа от наших спикеров вторая часть Вторая треть – это вебинары от наших постоянных спикеров. И третья часть – это вебинары от спикеров спонтанных, которые возникли, может быть, на один раз, может быть, на не очень частое спикерство. Может быть, это не совсем третий, где-то побольше, где-то поменьше, но вот примерно три такие категории у нас присутствуют. Да, наверное, есть еще четвертая категория, но она немногочисленная, но, тем не менее, она есть. В прошлом году мы ее опробовали. Это спикеры из числа наших слушателей, которые победили в нашем конкурсе на темы вебинаров. В этом году, наверное, в это же время, где-то во второй половине учебного года, мы снова проведем такой конкурс. И снова выберем, ну вот в прошлом году это было три, наверное, в этом году будет примерно столько же, все зависит от количества участников конкурса, победителей, которые прочтут свои вебинары у нас. Мне кажется, в прошлом году это было очень интересно. Пришли интересные спикеры, и я наблюдал по посещаемости этих вебинаров. Они были никак не меньше тех вебинаров, которые вели наши, условно говоря, профессиональные спикеры. Вот, поэтому мы такое продолжим. Три цикла вебинаров мы обозначаем. Ну, цикл это некоторая такая условность, мы ее не очень сильно педалируем. Тем не менее, чтобы вы примерно представляли. Вебинары в полдень с Директ Медиа. Здесь они последними помечены. Это вебинары наших спикеров, спикеров компании Директ Медиа. Здесь надо выделить один интересный момент. То, что под этим циклом идут вебинары, не обязательно связанные с нашими продуктами. Есть и вебинары общего направления, но об этом я чуть-чуть попозже расскажу. Цикл от первого лица. Это приглашенные первые лица из различных компаний, компаний-партнеров, лидеров на рынке IT, на рынке информации, издательств и так далее. Ну, и такой наиболее широкий цикл – это «Эксперты на связи». Это цикл, в котором выступают эксперты от разных областей, которые могут заинтересовать вас. Цикл в полдень с Директ Медиа. Включает три разных вида вебинаров. Первый вид – это наши продуктовые вебинары. Все о проектах Директ Медиа, где мы рассказываем о том, что у нас есть, какие у нас новинки и так далее. Вот наш первый вебинар, который состоялся 5 сентября, как раз открыл вот эту линейку продуктовых вебинаров. Далее – отраслевые вебинары, которые ведет Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании Директ Медиа. Вот завтра будет такой вебинар. Это вебинары, которые несколько шире нашей тематики. То есть это не про наши продукты, а про то, что происходит в области про медиа, про книги вообще, про издания, про электронные библиотеки и так далее. Ну и, наконец, вот третья большая часть – это электронное обучение и работа с учебным онлайн-контентом. Эту часть в основном веду я. Эти вебинары мало отличаются от тех вебинаров, которые идут под экспертным циклом, посвящены вот этому направлению, которое достаточно популярно и пользуется спросом у наших слушателей. Ну вот тут все наши спикеры. Не уверен, что в этом году будут все из них представлены, но большинство будет. Константин Николаевич Костюк, наш генеральный директор. Олег Владимирович Молодецкий, заместитель генерального директора, который, как правило, ведет, если ведет, то это вебинары по нашим продуктам, связанные с приобретением наших услуг, как это удобнее делать, по какой схеме и так далее. Ваш покорный слуга Павел Юрьевич Калиников, третий, вот здесь вот представлен. Большое количество вебинаров я веду. Директ Академия – это мой проект, ну в том смысле, что я его постоянный ведущий и организатор. И как спикер я тоже появляюсь достаточно часто, вы по расписанию можете в этом убедиться. Анна Иванова, ответственный редактор, она ведет вебинары по издательству Директ Медиа, по издательским вопросам. Юлия Долбилова, руководитель Приволского филиала, читает вебинары в основном по нашему продукту «Библиошкола». Константин Леонтьев, наш юрист, кандидат юридических наук, доцент. Он ведет вебинары, кстати, очень популярные. Поэтому в этом году мы его, наверное, пригласим не один раз, а два. Вебинары по авторскому праву в электронной среде, ну и примерно вот в этом направлении. Наталья Башкова – один из наших редакторов, по контенту читает вебинары. Марьяна Ганичева, директор по маркетингу компании Директ Медиа. У нее тоже своя собственная продуктовая ниша есть. То есть часть продуктовых вебинаров мы делим с Марьяной. Это направление. В этом году она появится, наверное, чаще, чем в прошлом году появлялась. Она в прошлом году стала вести наши вебинары. Ну и, наконец, Асия Бурнашева, специалист-методолог. Ее ниша – это те продукты, которые связаны с иностранными языками. Ресурсный центр. Продукция издательства Pearson и так далее. Вот примерно иногда подключаются другие сотрудники, но так разово, поэтому я их не стал здесь обозначать. Эти достаточно постоянно, на постоянной основе у нас присутствуют спикеры. Два из упомянутых сотрудников компании Директ Медиа не просто являются спикерами, которые ведут отдельные вебинары. У них есть треки вебинаров. Под треками мы понимаем вебинары, которые проводятся регулярно, раз в месяц, раз в два раза в месяц, раз в неделю и так далее. Давайте я вам дам ссылку на треки вебинаров. У нас для этого есть отдельная страница в Директ Академии. Вот она. Можете посмотреть, какие треки нами запланированы. Прошу прощения. Там у нас представлено несколько треков, в том числе как раз все начинается с треков Константина Николаевича. Это вот те самые отраслевые вебинары, о которых я говорил. В этом году Константин Николаевич будет вести трек каждый месяц. И вот темы примерно такие. Нужны ли нам монографии? Это завтрашний вебинар. К вопросу о их настоящем и будущем. Новые тренды. Профильное комплектование и комплектование по запросу. Как получить в ВБС то, что нужно, не заплатив лишнего. Книга знаний, перспективы и форматы в бурное время трансформации медиа. Новые медиа-ландшафты. Насхождение рынка авторов. Профессиональные контентные системы и рынок знаний. Итоги 2018 года и динамика последних лет. Зарубежные информационные ресурсы и отечественные электронные библиотечные системы в информационно-образовательной среде ВУЗа. Цифровой контент для искусства. Концепт иллюстративно-образовательной платформы. Арт-портал. Мировая художественная культура. Ну вот здесь Константин Николаевич подключается к нам и рассказывает о нашем продукте. Арт-портал. Мои вебинары в этом направлении тоже будут. Между ресурсами открытого доступа и профессиональным издательским контентом. Кто кого перетянет. Книгообеспеченность как параметр российской университетской библиотечной системы. ЭБС и АБИС. Как наладить взаимодействие. Вузовский автор в новом медийном ландшафте. Как выжить и продвигать себя ученому. Вот такие темы у него в этом году. Продуктовый трек есть и у меня. Собственно это основной наш продуктовый трек. Продуктовый трек посвящен в основном университетской библиотеке онлайн. Это вебинары для преподавателей и студентов. Вебинары по специфическим сервисам администратора и библиотекаря. Специальный вебинар по сервису книгообеспеченности. Это такой достаточно продвинутый сервис. Требует отдельного рассмотрения. Рассмотрение вопроса издательства Директ Медиа и авторства преподавателя. В среде университетской библиотеки онлайн. Два вебинара по арт-порталу и арт-отеке. И вебинар про библиотеку Non-Fiction. Хочу также добавить, что хотя непосредственно в продуктовый трек мой не входят некоторые темы, они будут освещены теми нашими сотрудниками, которые я уже вам называл. Это темы, связанные с библиошколой, с ресурсным центром и так далее. Эти вебинары у нас, я тут не стал их повторять, они повторяются в расписании через полгода, в начале следующего семестра. Ну, с тем, чтобы про наши продукты все могли узнать, как только это понадобится. Мой контентный трек, он в этом году достаточно большой. Он посвящен электронному учебному контенту. И на этом треке я жду тех авторов, продвинутых авторов от вузов. Ну, продвинутый я бы взял в кавычки. Я считаю, что это уже необходимость для каждого автора, который хотят делать электронный учебный контент несколько в более расширенном понимании, нежели книжный контент. Ну, и вот у меня такие вебинары. Частично они пересекаются, но в большей части в расширенном смысле тех популярных вебинаров, которые были в прошлом году, а частично, примерно на 50%, это совершенно новые темы, которые я решил осветить в этом году. Ну, вот в прошлом году самым популярным моим вебинаром была тема «Попури бесплатных инструментов для разработки учебного контента». Настолько популярная, что я решил в этом году ее разделить на три части, и будут разные бесплатные инструменты, посвященные тексту, графике, звуку, посвященные видео, вторая часть, и посвященные интерактивным элементам контента, часть третья. Следующий вебинар «Сам себе билд-редактор, как преподавателю правильно подбирать иллюстрации и медиафайлы». Совершенно новый вебинар, которого не было. «Новые медиа в обучении. Изображение высокой четкости». В прошлом году был аналогичный вебинар, и я его в этом году расширю и продолжу. Дальше четыре вебинара, посвященные учебному видео. Они вполне себе не только обзорные, но и учебные. Так что те, кто хотят начать работать с учебным видео, могут зайти, приходить и научиться. Конечно, лучше это делать в рамках учебного курса, но, тем не менее, и на бесплатных вебинарах кое-что тоже можно подчеркнуть. Два вебинара, посвященные тексту, тексту как медиа в учебном контенте. Четыре вебинара, посвященные ведению вебинаров. В прошлом году было их два, в этом году я расширю. Я считаю, что с каждым годом участие в вебинарах в качестве спикеров для преподавателей становится все более и более актуальным, и подготовить их к этому труду посвящены вот эти четыре вебинара. Инструментальный вебинар «Мастер учебного контента. Инструменты и приемы». Также такой инструментально-маркетинговый вебинар. Сам себе маркетолог. Используем бесплатные интернет-сервисы для продвижения своего учебного курса. «Качество учебного контента. Один вебинар». Вот вебинар, который будет весной проходить, но если вы будете следить за нашими рассылками, на самом деле первый раз этот вебинар я, правда, не в рамках Директ Академии, а совместно с компанией «Ракурс» запущу уже 19 сентября, то есть через неделю. Можете уже на него пойти, если посчитаете нужным. Ну и еще вебинары, посвященные различным интернет-сервисам для создания учебного контента. С этим циклом нашим закончили. Теперь цикл от первого лица. Как я уже говорил, туда мы приглашаем. Это вебинары основателей и первых лиц компаний-партнеров Директ Медиа, вебинары от издателей-партнеров Директ Медиа, вебинары основателей и первых лиц хай-тек-компаний, вендоров программного обеспечения, используемого в образовательном процессе, ну и так далее. Трек вебинаров, как всегда, будет от компании Директ Медиа. Пока не согласованы сроки и названия. Это будет ориентировочно 3-6 вебинаров в январе-июле месяце. Как всегда, Дмитрий Кречман будет вести эти вебинары. С ним это уже согласовано, но пока мы не согласовали даты и сроки. В этом году, как и в прошлом году, будет 3 вебинара от компании Степик. Степик. Наталья Феофанова их снова проведет. В прошлом году их было... Ну, она продолжит, она не будет повторяться. Точнее, повторение будет такое, с перекрытием. С одной стороны, краткое повторение тех вебинаров, которые были в прошлом году, а с другой стороны, расширение и дополнение темы Степика. Степик, если кто-то не знает, это образовательная платформа, молодая, очень интересная образовательная платформа, на которую обязательно стоит обратить внимание. Ну и отдельные вебинары от разработчиков. Курслаб. Алексей Корольков, генеральный директор, проведет вебинар 28 ноября в этом году. В этом году тема будет такая, курслаб онлайн, разработка интерактивных электронных курсов с автоматической адаптацией под мобильные устройства. В этом году Алексей Дьяченко, тема которого Moodle и все, что связано с этой системой, он заместитель генерального директора компании Открытые технологии, проведет не один вебинар, а три вебинара, то есть так коротенький трек. Пока мы даты тоже не согласовали и тематику. В прошлом году его вебинар был одним из самых популярных среди одиночных вебинаров. Поэтому в этом году мы решили дать ему больше времени на то, чтобы он осветил проблематику Moodle. Он расскажет о своих продуктах, которые делаются в рамках технологии Moodle. Ну и вот об этом. Система, как известно, очень в вузах популярная, поэтому и будет расширение его поля деятельности в этом году. Второй раз в этом году мы приглашаем Павла Слесарева, генерального директора, основателя компании DreamStady. Тоже достаточно новая, интересная платформа для онлайн обучения, для преподавателей. Платформа анонсируется как платформа непосредственно для преподавателей, то есть такая платформа, которая не требует серьезных знаний для ее освоения. Она не тяжелая в том смысле, что не надо целого коллектива, который будет ее обслуживать. А вот просто можно зайти, положить туда свой контент и организовать свои онлайн занятия на ней. В этом году мы снова пригласили для меня легендарного Сергея Маскалева, создателя приложения Punta Switcher, который стоит, наверное, на многих миллионах компьютеров в России. Это приложение очень простое, но достаточно популярное, автоматический переключатель клавиатуры. И в этом году он расскажет о развитии темы Punta Switcher, который называется Caramba Switcher. А сам вебинар будет посвящен переосмыслению готовых решений. То есть той деятельности, которая приходит почти к каждому из нас, когда мы сделали какой-то продукт, не обязательно программный продукт, может быть, контентный продукт. И вот он развивается, развивается, в какой-то момент популярный, может быть, в какой-то момент он либо устаревает, либо требует каких-то новых ресурсов для поддержания и переосмысления его, и обновления. И что делать в этот момент, как преодолеть этот кризис, и создать новый продукт, выйти на новый уровень. И вместо того, чтобы убить продукт, дать ему новую жизнь. Да, это уже достаточно скоро, до 20 сентября. Так что приходите и регистрируйтесь. У Сергея всегда очень интересно на вебинаре. Пока неизвестная тема, в связи с тем, что мы решили с Сергеем подумать. Сергей Гевлевич в прошлом году был. Это автор приложения «Объясняшки». Такого замечательного приложения для самостоятельного создания анимационных роликов, обучающих и объясняющих. То есть как раз то, что нужно преподавателю. Ну, в этом году он обещал какую-то в ноябре совершенно новую тему выкатить, связанную с объяснениями, с совместными объяснениями. Не буду пока говорить, потому что эта тема может еще и не состояться. Может быть, что-то более обычное в стиле Сергея. А может быть, вот эта новая тема, с новым продуктом. Приходите к Сергею. Это вообще, ну, просто замечательный человек. И его идеи очень интересные всегда. Я бы вам очень рекомендовал этот вебинар. Ну и наш самый большой такой цикл «Эксперт на связи», куда входят все-все-все, скажем так, все эксперты, которые интересны для вас. Тут тоже несколько треков. Пять треков целых. Ну и... И отдельные выступления тоже. Вот эти пять треков. Это кроме тех треков, которые наши, Константин Николаевич и мои. А вот у нас есть еще такие треки. Татьяна Телегина, автор и разработчик электронных курсов, старший преподаватель университета «Синергия». Она наш по прошлому году самый популярный автор. К ней входит очень много людей. И в этом году она тоже будет вести... У нее трек из 20 вебинаров. Большой достаточно. Обо всех этих треках я расскажу. Юрий Николаевич Белоножкин в этом году ведет трек из 10 вебинаров. Марина Орешко. В прошлом году мы ее впервые... Впервые ее трек осуществили. И он сразу оказался суперпопулярным. Поэтому в этом году у Марины 15 вебинаров будет. Ну и два новых имени. Это Наталья Логачева. В прошлом году она у нас один вебинар вела. В этом году у нее 10 вебинаров, трек вебинаров, посвященных проблематике диссертационных работ. Технологии работ с диссертацией. Ну и, наконец, Марина Пивень, кандидат искусствоведения. Она в этом году будет вести нашу линейку по истории искусства и искусствоведения. В прошлом году у нас была Софья Багдасарова с совершенно замечательными вебинарами. В этом году ее не потому нет, что ее вебинары были недостаточно хорошими. Наоборот, мне показалось, что ее вебинары слишком хороши для нас. То есть они немножко не по нашей аудитории. Я очень вам советую следить за тем, что делает Софья Багдасарова в сети. Это просто замечательно. Я думаю, что мы еще вернемся к сотрудничеству с ней. Но, тем не менее, в этом году у нас не менее замечательный человек Марина Пивень, которая будет вести вебинары, связанные с историей искусства. Ну и об этом чуть попозже расскажу. Итак, трек вебинаров Татьяны Телегиной. Как всегда, это все, что посвящено вопросам, связанным с вузовскими проблемами, с различными библиометриями, наукометриями и так далее. Вот уже на этой неделе будет ее вебинар. Вы не обращайте внимания, что у нее такие названия вебинаров не вполне академичные. Мы сознательно идем на то, чтобы у нас человеческие названия были. Вот академический язык, он точно так же, как и всякие другие профессиональные сленги, это не человеческий язык. Мы пытаемся названия вебинаров, ну, по крайней мере, с Татьяной, такими делать, чтобы он звучал на человеческом языке. И за этим человеческим языком достаточно глубокое академическое содержание может быть. Итак, вебинары следующие. Уже на этой неделе. Публикационная активность или активные публикации. Зачем преподавателю крепкий хирш? Следующий вебинар «Скопус. Полезности для публикации». Далее. «Ринц вашему дому. Технология работы с илайбрери при подготовке отчетов». Следующий вебинар «Про ВКР. Оружие успешного дипломника». Следующий вебинар «О ГОСТ 2003 года. Введение в основы библиографических описаний». Следующий вебинар посвящен библиографическим ссылкам. О международных стилях оформления библиографических ссылок, виды, сервисы, ресурсы и генераторы. Вебинар о библиометрии. Вебинар по поиску информации. Далее вебинар по новинкам в PowerPoint. Что можно делать нового и интересного. Этим вебинаром Татьяна заходит на поле контента. У нее эти вебинары тоже очень здорово получаются. Вебинар про вебинары. Ошибка выжившего или подводные камни вебинариста. Кстати, этот вебинар пройдет. Примерно мы специально составили расписание так, чтобы этот вебинар прошел сразу после моих вебинаров для спикеров вебинаров. Помните, у меня 4 вебинара этому посвящены. И здесь Татьяна на вебинар будет как раз продолжением моего такого субтрека, посвященному этому. Вебинар по вебометрии. Полезные ресурсы и сервисы для индексации. Составление и оформление библиографических описаний и ссылок. Вебинар по голосу для выступления. Здесь Татьяна немножко пересекается с темой, которую будет вести Юрий Майский. Об этом чуть попозже я расскажу. Но в разное время они пройдут с большим достаточно промежутком времени. Поэтому вы можете уже успеть забыть. Ну и потом они немножко все-таки о разном будут. Вебинары, видео, лекции, ролики и стриминг. Как выглядеть и звучать сочно в кадре. Это вот второй. Насколько я знаю, эти вебинары Татьяна хочет сделать в соавторстве. Наукометрический вебинар. Вебинар по коллективным монографиям. Любимая тема Татьяны это то, что она ведет в УЗИ тайм-менеджмент. Здесь достаточно кратко будет это все представлено. Тоже вебинар, связанный с креативом для онлайн-контента. Возврат к теме библиографии. Библиографическое описание электронных ресурсов удаленного доступа. Подводные камни и пути спасения. Это очень интересная тема. Многие на нее сейчас замахиваются. Посмотрим, как Татьяна ее осветит. Но это будет еще не скоро, в конце нашего учебного года. Про электронные ресурсы и как их описывать. Вот, например, как описывать ролик на YouTube. Вот и все вебинары Татьяны. Теперь трек-вебинар Юрия Белоножкина. Он у нас уже очень давно ведет треки вебинаров. Третий год. Ну, собственно, Татьяна тоже третий год. Вебинары Юрия Николаевича посвящены онлайн-обучению в самом широком смысле этого слова. Один из вебинаров уже прошел. Это принципы, стратегии, методологии развития обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Ну, и здесь мы с ним выбрали вот такие вот темы. Да, для меня эта тема тоже очень актуальна. Поэтому я с ним совместно подходил к выбору тем. Проблема выбора оптимальной технологии и ее решения в онлайн-обучении. Как задачу поставишь, так и ее решишь. Сейчас новое создание эффективной интерактивности. Почему не всегда надо конструировать онлайн-курсы педагогам или в чем преимущество их эффективной эксплуатации. Обучение взрослых в онлайн 15 секретных технологий успеха. Обучение рабочим профессиям и онлайн за и против. Чемпионаты WorldSkills и практикам онлайн сказки и реальность. Секретное оружие автора онлайн-курса «Библиотечная онлайн-система». Оптимальные. Здесь вот Юрий Николаевич немножко заходит на нашу территорию. Это совершенно замечательно, потому что будет обсуждение библиотечных систем с точки зрения специалиста по онлайн-обучению. Оптимальная платформа для чат-бота. Проблемы, цены, решения. Чат-боты в современном мире. От библиотеки до зоосата. Примеры провалов и взлетов. Юрий Николаевич очень активно занимается созданием и применением чат-ботов для образования. Поэтому это будет интересно очень послушать. Марина Орешко. Как я уже сказал, совершенно замечательный автор с огромным библиотечным бэкграундом. В этом году, правда, Марина резко сменила, ну не резко, сменила немножко вектор своего применения и пришла в чистое образование, преподавать в колледж. Но темы у нее все равно библиотечные, потому что она посвятила библиотекам огромную часть своей жизни. И темы посвящены в основном тоже контентные темы, но с большим уклоном к библиотекам, к их проблемам. Вот в этом месяце будет две темы. Онлайн-презентации против PowerPoint. Онлайн-сервисы для совместной работы с читателями. Ну и далее, да, у Марины будет 15 вебинаров. То есть через месяц будет то один вебинар, то два вебинара. Интересные онлайн-сервисы для цифрового сторителлинга. Необычные библиотечные форматы, комиксы, флеш, карточки, рабочие листы. Что еще? Вот интересная тема. Библиотекарь-журналист, создаем электронные публикации. Всегда у Марины такое на грани между разными специальностями, специализациями. Такие интересные вещи. У PowerPoint сказано не все. Неизвестные возможности знакомой программы. Да, ну вот про PowerPoint все любят говорить. Наши спикеры почти программы, которые необходимы преподавателю и в библиотеке, и студенту и так далее. Поэтому каждый ее пытается осветить со своей стороны. И это здорово получается, потому что программа почти бездонная. Многие из нас просто не знают всех возможностей, которые у нее есть. Что нам стоит квест построить? Создаем библиотечные квесты. Обращаю внимание, что в прошлом году тема квестов была у нас одной из самых популярных. Как у Марины Орешко, так и у наших победителей конкурса авторских вебинаров. Вот темы квестов прямо на первое место вышли по всем рейтингам. Дополненная реальность библиотеки. Вот это совершенно новая тема. Убрать нельзя использовать мобильные устройства в библиотеке. И, нет, не и. Библиотечные видео от слайд-шоу до буктрейлеров. Я хочу обратить внимание, что мы перед нашими постоянными спикерами Директ Академии поставили задачу, проанализировав прошлый год. Самые популярные темы повторить и дополнить, а половину материала дать совершенно нового по сравнению с прошлым годом. Потому что терять те темы, на которые в прошлом году был аншлаг, тоже совсем не хочется. Но хочется выслушать что-то новое тоже. Да, я вижу, что здесь появились вопросы, темы вебинаров, где можно посмотреть, чтобы в дальнейшем пересмотреть на YouTube. Ну вот, Анжелика Дмитриевна, перемотайте в самое начало нашего чата. И первая и вторая ссылка в чате, это как раз то, что вам нужно. Первая ссылка это на расписание, а вторая это где можно посмотреть. Так, что-то я тут перемотал, все так перемоталось у меня, да. Да, ну и вот последние пять вебинаров, Марины, это визуализируй, это инфографика статичная и динамичная. Даешь взаимодействие, интерактивные плакаты и презентации. Еще раз о виртуальных выставках. Хороши все жанры, кроме скучного, игры и викторины в библиотеке. И создаем интерактивные видеовикторины. Вот такие вот темы у Марины. К сожалению, у Марины в этом году трек вебинаров Марины, это единственные вебинары, которые будут проходить не в 12 часов, а в 3 часа по Москве. Несмотря на то, что я понимаю, что для Дальнего Востока это не очень удобно, и частично для Сибири, но, к сожалению, обстоятельства такие, что полностью она занята в дневное время, не смогли просто выкроить время в 12 часов. Хотя мы все вебинары пытаемся проводить именно в 12 часов. Новый трек вебинаров Натальи Логачевой полностью посвящен, 10 вебинаров посвящены работе с диссертациями. Кстати, у Натальи и курсы, которые... Она подготовила онлайн-курс, который вы можете пройти, но о нем чуть позже, который тоже этой теме посвящен. Подготовка диссертации, какие грядут перемены, что важно знать аспиранту-докторанту, публикации аспиранта-докторанта, научный руководитель, где искать, как выбрать, чего ждать, как общаться. Тема диссертации, как выбрать, обосновать и писать с удовольствием. Диссертационный совет для успешной защиты, когда, где, как искать и что учитывать при выборе. Дефицит информации или информационная перегрузка, поиск литературных источников. Авторское или чужое. Правильные цитирования, как не создать плагиат статьи и диссертации. Диссертация, как написать и не сдаться. Читать или не читать. Мониторинг чужих авторефератов и диссертаций. И последний вебинар, диссертация, работа, семья, как найти время и не разорваться на части. Вот такие вот темы. В прошлом году тема Натальи была очень популярна, много народу пришло. Ну и вообще эта тема популярна, конечно, в образовательной среде, поэтому вот в этом году целый трек. И плюс еще онлайн-курс, который Наталья ведет не первый раз, с большим успехом. Ну и наконец трек вебинаров Марины Пивень. Мы еще пока не согласовали полностью темы, но ее трек будет называться, это трек по истории искусства и искусствоведения, будет называться «Художник-современники эпохи». Каждый вебинар будет посвящен одному великому художнику, автору. И вебинары будут проходить каждый месяц, всего будет 10 вебинаров. Ну и отдельные наши эксперты, которые на один-два раза к нам заглянут в этом году. Владимир Наумов, про которого просто написано «Эксперт и ленинг», автор онлайн-курсов. Но он, конечно, не просто эксперт, он один из лучших экспертов на территории бывшего Советского Союза. Его вебинар «Как управлять успешным учением?» возможное и реальное. Владимир, он совмещает в себе качество практика и достаточно глубокого теоретика онлайн-обучения. Поэтому я вам очень советую посетить этот вебинар. Впервые у нас, да, вот сейчас у нас три подряд эксперта из, начиная с Владимира, который живет в Минске. Вот все трое из Минска. Второй такой эксперт молодой, Виталий Цигельный. Он профессиональный онлайн-репетитор по математике и информатике. У него будет очень интересная тема, способ работы с массовым видеоконтентом в онлайн-обучении. Вот у него на его канале более двух с половиной тысяч роликов по математике и информатике. Вот он эти ролики пишет ситуационно, прямо под того слушателя, который у него в настоящий момент. И у него задача управлять этими роликами оптимальным образом. Он расскажет о своем решении, как он это делает, как он использует свой канал и какие есть методы по управлению массовым видеоконтентом. Ну и, наконец, совершенно замечательный автор, тоже из Минска, Елена Локтева. Автор и руководитель проекта Skill Plus Me. Расскажет о геймификации в обучении и, наверное, о своем проекте тоже расскажет. Кстати, у Елены тоже есть представлен онлайн-курс на нашей платформе. В Директ-Академии короткий онлайн-курс из трех тем. Вот можете воспользоваться этим курсом. Курс посвящен сценариям онлайн-курсов. Впервые у нас приглашенный эксперт из Валерий Платонов, старший научный сотрудник, советник, вице-президент Рыбаков Фонда по образованию. Один из организаторов конференции, которая должна уже вот-вот произойти в начале октября, который называется EdCrunch. Тема будет 22 октября, освещена «Зачем нужны конкурсы EdCrunch Awards и перспективы их развития». На мой взгляд, один из самых вдумчивых таких и глубоких экспертов по онлайн-обучению и вообще по обучению в образовательной среде. Вам стоит обязательно пойти на этот вебинар. У нас, как всегда, дефицит вебинаров, связанных с техническими темами. Может быть, это больше связано с нашей аудиторией, такой более гуманитарно направленной. Но, однако, мы все-таки пытаемся держать пульс, руку на пульсе. И в этом году у нас вновь будет технический директор компании «Нанософт». Я назвал вебинар... Денис долго стеснялся рассказывать про свой собственный продукт. В прошлом году он рассказал вообще про те новинки в кадовских системах, которые существуют. В этом году я уговорил поговорить непосредственно о их продукте, который российский, который может служить, в некоторых случаях, может служить заменой большим тяжелым кадовским продуктам. Это «Нанокад». Такая достаточно легкая кадовская система. Вот. И Денис будет с нами 1 ноября. Как всегда, в начале ноября, в прошлом году... Так, я выключу свой телефон, потому что кто-то пытается до меня дозвониться, а сейчас не время. Так, следующее. Это Юрий Майский, который снова будет с вами в этом году говорить про голос. Голос и речь как инструменты педагога. Вот. Что надо знать педагогу о своем голосе, чтобы... И о своей речи, чтобы эффективно использовать этот инструмент в своей профессии. Юра тоже представлен у нас в этом году еще и онлайн-курсом, который вы можете пройти. Так что заходите на курсы и ознакомитесь с тем, что он предлагает. В этом году мы вновь пригласили Ивана Нефедьева с темой, приблизительное название темы «Играфикация в обучении. Инструмент или баловство». Ну, правда, Иван может быть в этом году представлен двумя лицами. То ли он будет основной спикер, то ли Бронислава Бронникова, который постоянный соавтор Ивана в этой области, соавтор его книг, выступлений. Почти всегда они выступают вдвоем. Вот как этот дуэт будет выступать, кто из них будет главным, кто будет вторым спикером, мы пока не знаем, но это выяснится ближе к вебинару. Впервые у нас выступит Мария Борисенок, региональный координатор, организатор метапов Теплицы социальных технологий. Теплица у нас выступает не первый раз. В прошлом году выступал Алексей Сидоренко, руководитель этого проекта. В этом году выступит Мария, она расскажет о платформе Теплосеть. Ну, это такая вот слово Теплица социальных технологий. Вот продукт у них называется Теплосеть. От онлайн-обучения к оффлайн-активности. Это такая платформа для онлайн-обучения, легкая платформа. Направлена она не только на преподавателей профессиональных, но и на активистов различных некоммерческих объединений, организаций. Для преподавателей это тоже будет замечательно. Кто находится в Москве, я хочу обратить внимание на деятельность Марии по метапам. То есть, таким она проводит периодически, в рамках Теплицы социальных технологий проводятся периодические метапы, где можно встретиться с очень интересными людьми и поговорить о насущных проблемах. Очень много, примерно, наверное, 30% всех метапов посвящены вопросам обучения и актуальны для нашей аудитории. Впервые в этом году мы пригласили человека из среды публичных библиотек. Ольга Машкова, заведующая отделом управления и библиотечным фондом Московской библиотеки имени Некрасова. Вот то все. Она нас приглашала, в смысле компанию Директ Медиа, выступить в Некрасовке. Мы периодически туда приходим. Но в этот раз мы набрались наглости и ее пригласили в качестве спикера. И она с удовольствием согласилась. Тема ее – электронные ресурсы публичных библиотек. Ольга всегда очень хорошо освещает этот вопрос. Я надеюсь, как спикер вебинаров, она состоится на все 100%. И библиотекарям ее будет послушать очень интересно. В этом году мы снова пригласили Игоря Белянина, директора Центра дистанционных образовательных технологий Нижегородской государственной технической университет. Но тема совершенно другая. В этом Игорь осветит вопрос создания онлайн-телевидения в рамках ВУЗа. В этом году Игорь создал на базе своего центра проект, который называется «Дистант ТВ». Мы пока не расшифровали это название. Это специальное онлайн-обучение, в котором специальный телевизионный канал, онлайн-телевизионный канал, который посвящен вопросам онлайн-обучения. Игорь такой крепкий технарь, который всегда рассказывает о тех технологиях, как это можно сделать. Поэтому о тех, кому это интересно, пожалуйста, приходите в январе. Опять, как в прошлом году, в начале 2019 года мы приглашаем Ивана Травкина, совершенно замечательного эксперта в области обучения, не только онлайн-обучения, но и обучения вообще. В этом году у него будет вот такая тема, как сделать 14-секундный контент и чем он может помочь в обучении. То есть короткий контент и его применимость в… сверхкороткий, я бы сказал, сверхкомпактный контент и его применимость в обучении. Вы… я всегда обращаю внимание, что у Ивана может быть такая скромная должность, но она совершенно не соответствует уровню его экспертности в обучении. Это тот человек, к которому прислушиваются, наверное, самые хорошие специалисты в области онлайн-обучения, и он, наверное, входит в десятку лучших специалистов в этой области у нас в стране. Ну, если не в десятку, то в первые несколько десяток. Наконец, у нас снова будет Максим Скрябин. В этот раз, в прошлом году он у нас рассказывал про визуализацию. В этом году он больше расскажет о том, чем сам занимается, про измерение и аналитику в обучении. Вот очень интересный, важный и в некотором смысле сложный вопрос, потому что в нем много математики. Ну, я надеюсь, что Максим расскажет об этом достаточно хорошим языком, понятным широкой аудитории. Ну, и, наконец, мы запланировали в этом году, в июне, три темы призеров конкурса и вебинаров от слушателей Директ Академии. Видите, тут пока непонятно, кто это будет. Это будут те, кто победит. Может быть, это будете вы. Поэтому следите за нашими рассылками. Как только появится новый конкурс, мы милости просим. Участвуйте в конкурсе тем вебинаров. И в июне можно будет выступить с этой темой. Ну, еще что нового. Я попридержал здесь информацию о некоторых наших спикерах, которые я собираюсь позвать. Ну, во-первых, это еще не совсем точно. Но это совершенно точно будут интересные люди. Кому мы обычно приглашаем? Кого мы хотим видеть у себя? Это издатели, в первую очередь, издатели тех, которые сотрудничают с компанией Директ Медиа, которые производят электронные книги наряду с обычными. Основатели платформ онлайн-образования и контент-платформ. Ну, у нас они представлены в достаточном количестве. Может быть, только некоторые из них пока не были. Постараемся пригласить. Известных ученых, общественные организации. Вот в прошлом году было несколько общественных организаций, которые были совершенно замечательно представлены. Это Википедия. В этом году я пока не представлял никого от Википедии, но у меня есть задумка пригласить нескольких людей, которые сделают интересные доклады. Опять же, теплица социальных технологий была представлена достаточно хорошо. Руководители государственных органов, которые причастны к издательскому бизнесу и к образовательному бизнесу. Авторов популярных книг, известных блогеров. Да, ну, у меня тоже есть задумки. В прошлом году, если вы помните, мы пригласили Татьяну Зайцеву, у которой был образовательный блог на сто с лишним тысяч человек. В этом году тоже есть соответствующие задумки. Ну и просто интересных людей, которым есть что сказать образовательному сообществу. Вот такие у нас планы на этот год. Ну и последнее, о чем мы хотели бы сказать, это наш новый проект «Онлайн-курсы» от Директ Академии. Начали мы этот проект в мае и уже собрали 7 курсов, которые предлагаем на ваше обсуждение. Давайте я вам дам ссылку на страницу Директ Академии, на которой это все описано. Вот эта ссылка. Посмотрите, пожалуйста, курсы. Там подробнейшее описание по каждым курсам. Вот в порядке, обратном порядку появления. То есть самые новые курсы наверху. Последний курс, который мы получили, это курс от Натальи Логачевой «Технология подготовки успешной диссертации». Очень популярный курс. Татьяна его ведет и консалтинг ведет по этому направлению. И курсы у нее неоднократно проходили. Вот сейчас этот курс она представляет от Директ Академии. Курс Юрия Майского «Хорошо говорим. Простые инструменты для приобретения навыков в публичной речи». Короткий курс. Первые два курса, которые я сказал, они восьми темные, восьми вебинарные. Следующий курс «Методика разработки сценария онлайн-курса» – это Елена Локтева, автор этого курса. Дальше курсы, которые мы уже представляли, но тем не менее повторюсь. Это курс Константина Костюка «Электронные библиотечные системы в информационно-образовательной среде ВУЗа, теория и практика». Ну и, наконец, три моих курса, с которыми я постоянно каждый год выхожу к своим слушателям. Профессиональная разработка электронного учебного контента, учебное видео в онлайн-обучении и учебный цифровой контент. Это очень просто. Эти курсы мы предлагаем прежде всего в формате для юридических лиц, для ВУЗов, при групповом обучении. Но можем рассмотреть вопрос и участие физических лиц, если наберется соответствующее количество заявок от физических лиц. Что касается моих курсов, я их провожу не только в сотрудничестве с Директ Медиа, но и в сотрудничестве с компанией «Ракурс». Традиционно, собственно, эти курсы проводились. Вот в ближайшее время, в конце октября, начале ноября начнется мой курс в «Ракурсе», который называется «Учебное видео в онлайн-обучении. Новый обновленный курс». Ну, собственно, об этом вы узнаете ближе к делу, ближе к тому, как он состоится. У меня все. Я рассказал то, что хотел вам от Директ Академии. Следите за нашим расписанием. Если у вас какие-то вопросы, давайте я на них отвечу, если они есть. Ну что ж, если вопросов нет, я хочу напомнить, что у нас есть окно ресурса. Если у кого-то оно не открыто, оно открывается справа, вот здесь вот, примерно, при нажатии на кнопочку в виде серой папки, такой, в верхнем правом ряду кнопок вебинарной комнаты. И там лежит сегодняшняя презентация, а также PDF-файл с расписанием наших вебинаров на год, которые вы можете прямо сейчас скачать. Ну, имейте, правда, в виду, что это расписание еще будет совершенствоваться, дополняться. Может быть, какие-то вебинары будут двигаться. Так что воспринимайте его не как догму, а как просто некий список заявленных тем, которые будут обязательно освещены. Ну что ж, коллеги, спасибо вам всем за внимание. Спасибо, что вы меня все послушали. Если кто-то из ваших коллег не послушал, не попал на этот вебинар, а хочет его послушать, там через пару дней будет готова запись, которую можно будет посмотреть на нашем видеоканале на YouTube. Всего вам доброго. Я вас приглашаю на Директ-Академию, вебинары, которые будут происходить каждый день. Приходите каждый день 12 часов и участвуйте в наших вебинарах. До новых встреч, до свидания. Жду вас на вебинарах в Директ-Академии. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова